Всем привет! Сегодня мы вместе с Тильняшкой снимаем в спальне моих родителей. Но на самом деле обычно у них все это выглядит не так, и в частности выглядит это иначе. Просто мы решили прийти сюда и здесь снимать, потому что... Ну, просто потому что в моей комнате засрано. Короче, это Тилька, поздоровайтесь, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте, еще она меня вначале чуть не ударила по лицу, вы, наверное, видели. Пам-пам! Сегодня мы с вами будем... Или я, кстати, Лиса, я забыла об этом сказать. Сегодня будем делать распаковку Адуэнт-календарей. Сейчас мы находимся в Германии, и мы накупили Адуэнт-календарей. Еще просто покажу вам вот это. Очень большое. У нас очень много Адуэнт-календарей. И у нас есть Адуэнт-календарь с косметосом. Ну, просто дохрена косметос. Тут написано, что тут косметос на 200, блин, евро. Есть вот такой вот, со всякими аксессуарами. И есть номер третий календарь. Мы сами не знаем, что там. Просто я ходила в какой-то аниме-магазин, купила себе ключ-призывы у Водолея. И тебе дали призыв Водолея вот в такой виде. Нет, еще я купила вот этот худак из Атаки Титанов. И вот мне потом дали вот эту штуку. С какой мы будем начинать? Твой канал тебе решать. И тут, скорее всего, ждут бьюти какие-то штуки. Поэтому давай начнем либо вот с большого, либо с маленького. Но я думаю, что логичнее будет начать с маленького. Потом переключиться на вот этот, и вот этот оставить в конце. Потому что он самый крутой. Его надо смотреть самым последним. Блин, мне интересно, что находится здесь. Она такая тонкая. Мне кажется, здесь какие-то конфетки на самом деле будут. Либо конфетки, может, какие-нибудь, знаешь, эти значки. А еще тут есть Дэдпул, который как бы кажет за елкой. Чихает кто-то. Зима, люди болеют. Призываем номер один. Не знаю, как ты бы это представляла у себя в голове. Но вот мы его призвали. Это что, Клэрис, да? Да. Давай его откроем. Нам нужно было, наверное, вооружиться каким-то ножом или ножницами. Но мы этого не сделали. Поэтому будем... Ну что это? Ну выткни его. А можно нам, пожалуйста, нож? Все, все, все. Пошло. Не надо. Только не сломай двойный календарек. Сотяни. Не надо нож. Ой, тут что-то вообще мало. А тут всего на 12 дней двойный календарь. Что за разводиловая? Эта фигня сколько стоила? Вообще она дорогая была, я помню. Она по 30 евро стоила. А ты чек не сохранил. Нож. 20 евро. 20 евро за 12 штук. Надеюсь, тут они будут от души и душевные. Просто в самую душу. Иначе нафиг надо. Что ж, первое зеленое. Зеленое открывай ты. Клэрис, это же там должно быть, может, сережки какие-нибудь? Да. Сережки. Это какой-то бальзам, судя по всему. Я предлагаю сделать так. Все, что достаешь ты, поэтому нам нужен нож, то остаешь себе ты. Все, что достаю я, оставляю себе я. А потом мы в инстаграме или где-нибудь еще это потестируем. Ой, ну это прям маленькая фея. Да, чисто фея-малыша. Buxom это знаменитый американский бренд, который наконец-то представлен в России. Его состав очень сильно отличается от привычного нам. И, кстати говоря, почти все блески для губ сделаны с эффектом увеличения губ. То есть, если вы их нанесете, то у вас будут очень секси губки. Потому что в основе идеологии этого бренда лежит как раз-таки уверенная в себе, достаточно такая секси-шмекси девушка. Конечно же, хочу протестировать вот этот вот блеск для губ. Он имеет нейтральный цвет, офигительный совершенно запах и эффект увеличения наших с вами губ. Обязательно, когда будете в следующий раз в виртуале, обратите внимание на этот бренд. Подойдите к стойке и посмотрите, потому что там очень много интересных продуктов. Ну и, конечно же, ссылочку я тоже оставлю вам в описании, чтобы вы в интернет-магазине тоже смогли все посмотреть и оценить. Давай, номер два. И у меня точно такое же, но желтое. Что? Да! Что за нах? Совсем неинтересно. Какие-то каждый продукт. В каждом этом. Тихо, 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 ты сейчас себя проткнешь у нас. Камикадзе ТВ. А, это пайнапол, это абрикос. Это ананас. Ну, я это намажу. Подождите, я что, зря сюда пришла? Да, я нюхать буду. Ну, скажем так, пока это не стоит 20 евро. Но пахнет вкусно. Ну, только пахнет. Пахнет вкусно, но, по сути, это обычный бальзамчик для губок. Блин, нас сосед палит, чего он пялится? Вот говнюк. Так, тащи номер три. Возможно, тут будет тоже гель для губок. Розовенький такой, красивенький. Я хочу, чтобы были какие-нибудь курошки. Серьезно? Клэрис, ты вообще нормальный? Ты как? Может быть, это только одни поматы здесь? Не знаю. Написано 12 разных сюрпризов, но почему мы получаем одни бальзамы? И они еще не достаются, очень удобно их доставать. Ага, поножовщина, поножовщина, поножовщина. Я, короче, предлагаю сделать иначе. Я предлагаю сейчас достать следующих сразу, да, и посмотреть, что будет дальше. Да, что это какая-то задница получилась, но в нем нет смысла. Синий! Хорошо, номер пять. Че, блин, нужно достать. Очень плохо. Оранжевый! Давай, шестой. Не, все, я вижу там дальше. Давай я его просто так открою. Там тоже самое. Что за бред? Что за бред? То есть ты идешь в магазин косметики Клэрис, ты рассчитываешь, что за 20 евро... Баночки, гуаши. Некоторые повторяются, более того, я вам скажу. Обидно. Давай приступим ко второму календарю. Этот календарь. Я ставлю тебе календарь минус 10 по шкале календарей. Самый тупой календарь, который только мог бы быть. Вот даже вот этот календарь, чтобы там не было, будет круче. А стоило, между прочим, 5 евро, но Apple Челов подарок, потому что... Купила. Фейритейл решает. А еще мне нравится его дизайн. Это просто прям круто. Особенно для тех, кто знает вот эту всю гиковскую тему. Да. Мексы, игры. Вряд ли там будет, конечно, косметика, но... Опасная женщина, Снегон, я вам скажу, сиди здесь. Давай. Телька-телька тельняшка. Тут прям много. Здесь сколько? Здесь 23, по-моему. 23 числа. Да, и вот номер один. Опять у зеленой бабы начинается, так что зеленая баба открывает. Это Гамора. Да, я знаю. Что это? Это шоколадка. Это шоколадка. И тут написано... Блин, ну эти шоколадки вообще... Мы не можем открыть весь календарь только, чтобы смотреть эти шоколадки. Ешь. Поэтому мы откроем номер два и проверим, что будет в номере два. Обычные шоколадки молочные. Ешь. Вкусные. Хорошо. Или не ешь, выплевывай у тебя капы. О, а мне достался енот. Нет, ты чего? Фу, Телька, ночная бабочка, но кто же виноват? Да. Совершенно одинаковые обычные шоколадки. Как так? Ну, хотя бы ты будешь есть и шоколад. Иди по сторонам, потому что хотелось бы, было бы прикольно, если бы они были все разные. Разные, белый, черный, там, обычный молочный шоколад. Ну, мог. Он один и тот же, да? У тебя просто молочный, без орешков. Обычный, обычный. Ну что, мы его оставили напоследок, мне кажется. Надеюсь, мы будем счастливы его открывать. Сейчас будут тестеры, и знаешь, как в том году были в рождественных календарях, типа, зубочистки, ушные палочки в каком-то брендовом календаре. Не помню бренд, но я смотрела у кого-то обзоры, там, короче, реально были диски ватные, ватные палочки. Это был косметический календарь, Ару. О, боже, за что так с людьми? Ты кинь покупаешь, короче, от Буча, от какого-нибудь. А там просто палочки ушные с надписью ГГ. Что ж, сейчас я открою номер один, потому что я его еще не открывала, и здесь... О, я уже вижу. О, сука, крем. Увлажняющий. Еще, я не знаю этот бренд. Крем из Гудфор и Риммич, между прочим, еще и миниатюра, а не тестеры. Это очень круто. Кстати, здесь написано, здесь написано, крем грыженого лица. О, по-русски написано. Это не русский, это украинский. Крем грыженого лица. А на русском, кстати, нет. Украина, это его. Вот подтверждение proof. Крем грыжа за лице. Да ладно, нормально звучит. Маш, у тебя грыжа за лице. Маш, у тебя грыжа. Маш, крем грыжу. По ощущениям вообще не пахнет. Ну, пахнет такой очень легкой одушкой, но вроде, кстати, очень хороший крем. Такой прям, по крайней мере, почти... Не, он пахнет, когда ты его наносишь. Смотри, он, видимо... Он начал вонять. Да. Он вступил в реакцию с кожей и начал пахнуть. Очень, кстати, вкусно пахнуть какими-то фруктиками и цветочками. Открывай номер 2. Ищи его и открывай. Ой, если бы было так просто найти номер 2, я вижу, что только 12, 4, а 2, мне кажется, я потерял. Нет, ищи. Кто нашел цифру 2, пишите в комментарии, но это не я. Подожди, ну я же не... Вот, 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 я нашла. Открывай. Так, это вот, вот это вот получается маленькая птучка. Ой, что это такое? Какой-то маленький вот такой вот продукт. А тут, почему здесь не написано? Здесь написано, что это только уход за кожей, лица, и что это суперкуд, суперфуд для твоего лица. Я думаю, это просто какой-то очень активный, да, гель для лица или типа того. Да, я угадала. А, это как сыворотка. Что ж, номер 3. Оно не пахнет. Ну, пахнет, да. И номер 3 я нашла. Кстати, как вам оформление этого? Мне кажется, очень симпатичное оформление. Ого, ничего. Вот это, вот Лисе везет, прям, она достает самые большие продукты, такие прям мощные. Это крем для рук с маслом. Крем для рук с маслом, отлично. Крем для рук зимой, это просто именно то, что нужно, размер у него. Ой, он даже запакован, кстати, заметьте. Если первый он был сразу вот такой вот с открытой вот этой же пимпочкой для крема, то тут он запакован. Я не могу это открыть. Подожди. Извини, но мне опять хочется это сказать. Начинаю я, бабочка, но кто же виноват? На, бабочка. Сделайте вот так. Нет, 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 Сиренька, так не делай. Ой, какой клевый. Она у меня троллит. Он черешенковый, он прям клевый. Ой, он прям очень вкусный пахнет. Отличный крем для рук. Прям вообще от души душевно. Вот мне нравится то, что, знаешь, когда ты покупаешь, бывает, крем какой-то в России, он имеет однотипный какой-то запах. Да. Прямый, привычный такой. А здесь они прям... Прям классно. Вкусно. Написано хом в спа, кстати. Да, домашний спа. Номер 4 открываете вы, женщина моя. Ой, а я не вижу опять номер 4. Я вижу 5. О, видишь, как... Давай, тыщи. Это вот это большое? Это все номер 4? Походу, да. Вот, вот открывание. Фига. Что это у тебя там сейчас будет? Хера у нее номер 4. Нифига, это маска. Маска. Маска для лип. Маска хрен доставаска. Ой. Ой. Не смотрите на дырочки. Это маска. А, это патчи. Да, патчи. Это патчи для глаз. Можешь надеть себе, хочешь патчи. Я не хочу, я сижу, макияж шоу, зря делала. Ну, это патчи. Вот, попользуешься патчами, скажешь потом свои впечатления. Но патчи прикольные. Даже отразовые. Да, вообще клевые патчи. Я, по-моему, ни разу не видела в адвент-календарях патчи. А я не видела такого бренда. Я, конечно, понимаю, что это что-то вся немецкое, но, тем не менее, блин, это круто. Прикольно. Очень круто. Патчи, это вообще от души, души. Такой проснулся с утра, ну, открою. Ну, открою. С мешками, такая стрёмная, открываешь, такая... О, патчи, сегодня идеальный день. Итак, номер пять. Что же будет в сектор крис, номер пять? Опа, инвизи бабл. Офигеть, они положили целую упаковку инвизи баблов. Это же самые лучшие резинки, обожаю их. У меня даже сейчас вот одна из них валяется тут. А теперь у тебя будут прям, хотела бы я сказать, такой блонд подходящий, но нет. Но нет. Уже нет. Блин, прикольно. Они еще такого цвета необычного. Короче, это прям вообще круть. Серокоричневый, я бы сказала. Да. Даже серебристый. Кашемировый какой-то такой оттенок, прям реально очень здорово. Офигительный. Мне пока нравится этот календарь. Вот этот самый лучший из всех того, что было у нас. Открывай дальше. Цифра пять. Я нашла шесть. Вот шесть я тоже нашла. Женщина, ты пять открыла, сбила меня с толку. Ночная бабочка, ну кто же. Так, ты бабочка моя. Ой, смотри. Это что, тушь? Фига, тебе тушь выпала что ли? А, ты говоришь, что у меня крутые вещи достаются, он там тушь вытащила. Как я вытащить? Охренеть. Офигеть, это реально тушь. Слушай, походу они не наврали, потому что они сказали, что наполнение календаря на 200 евро. А купили мы его за 30 евро. Давай посмотрим на щеточку. Ну, я не люблю такие щеточки. Я уже надо проверить. Прикольная тушь, однозначно прикольная. Заслуживает лайк. Мне нравится. Вот такое вот мне нравится, приятно. Когда не только крема достаются. То, что крема была скучно, тут тушь пошла. То, что чем ты пользуешься. Семерка. Активно. Это была семерка. Нет, это тебе. Итак, ищем цифру 7. Кто найдет 7? А, вот я нашла 7. Чудно. Баба. Женщина. Кстати, она на тебя похожа, реально. Ору. А ты вот этого. О, а у меня выпала какая-то ерунда. Нет, не ерунда. Мне выпала бомбочка для ванны. Бомбочка для ванны. Шикарно. Пахнет... Пойдешь сегодня в ванну бурлить. Непонятно чем, но я сегодня побурлю. Будем подслушивать, как она бурлит. 8. 8. А 8 прям рядом семерка стоит, кстати. И снова крем. Это опять крем. Увлажняющий крем. Ну да. Бомбоком пахнет чем-то таким. Какой-то лесной травой. Интересно же. Опять пошли крема, видимо, да? Номер 9. Подожди. Ой, у меня выпала какая-то ампулка. Ой. Что это? Ампулка, без понятия что это, но скорее всего это какое-то масло для волос, супролечебная сыворотка. Ну, скорее всего, либо для роста волос стимулирующая какой-нибудь. Попробуем. Надо будет спросить сегодня. Что это у кого-нибудь, что это такое? А тут ничего не написано. Вообще? Вообще. Джермании. Руки-базуки все где-то. Ищи следующую цифру. Цифру 9. 10 ты ищешь? Ого, уже 10. Мы дошли до десятки. Вот десятый. Тащим. Опять что-то такое более-менее. Ну, опять крем. Крема, думаю, можно даже не тестировать, потому что у меня кастрюки умрут. Короче, здесь решили просто преимущественно положить крема, видимо. Я не спорю, может, нехорошая, но... А я номер 11 тащу. О! Маска для объема волос. Это маска для объема волос. Офига, вот это круто. Да. Желейная какая-то маска для волос. Очень прикольно. Следующий, тащи 12. Тащи. И там крем. Нет, это непонятно что. Что это такое? Не знаю. Какие-то таблетки ей выпали. Какие-то таблетки. Анти-аджин-крем. Анти-эйдж. Это против старости, чтобы она не подкрадывалась к себе незаметно. То есть их надо пить? Не, не думаю. Это крем же написано, да? Не надо это пить. Нет, нет, это не пить. Короче, следующий номер. Какой у нас? 13. Отлично, люблю эту цифру. Вот и 13. О, лак для ногтей. Нифига. Он еще такой приятный. Он как-то цвет этого крема, кстати. Он похож на вот этот вот цвет, который у меня здесь. Офигенно. Лак это прям еще тупо. Очень круто. Будешь себе маникюр на Таиланд делать. Год розовый. Следующий у нас 14. 14. Вот он, кстати. Я помню, сегодня у него хорошо попала. Здесь что-то такое. Ой. Что-то... Походу, к тебе выпали духи. Это, по-моему, духи, да? Да, это духи. Охренеть, да. Они шариковые. Обалдеть. Пахнут, кстати, приятно. Они старой какой-то штукой. Блин, да, такие свежие. Они такие, ну, подростковые, что ли, нежные, приятные. Хорошие духи. И тем временем номер 15. И где же номер 15? Вот 15. Что-то маленькое. Опять какая-нибудь ампула. Чего? Зеркало? А? Не может быть же это зеркало. А нет, подожди, там что-то есть. Опа. Фига, да? Это еще один крем. Для сухой кожи. Антиэйдж. Для сухой кожи крем. Кому крем? Кому крем, ставь лайк. Отдам тебе. Номер 16. 16-я цифра, это вот. Что-то вот здесь, я так понимаю. Опять какая-то сыворотка. Нет, это сыворотка. Ой, что-то опасно выглядящая фигня какая-то. Но это опять какая-то ампула. Много ампул. Я не понимаю прикола ампул. Не знаю, для чего не нужны. Особенно, когда написано на немецком. Но тут ампула. Действительно, почему это немецкий оттенкалендарь написано на немецком? Непонятно. Номер 17, мое число. Ого, посмотри, какое большое число тебе досталось. Да. Фига, самое огромное. И тут опять маска. Но она уже на лицо. Да, обычная тканевая масочка на все лицо. Номер 17 на барабане. А теперь номер 18 ищем. Что-то номер 18 мне кажется какой-то дикий маленький. Давай, тащи его. Где какой? Вот, прям вот. Я вижу. А, нет, он не маленький. Он нифига не маленький. Он тоже длинный какой-то. Ой, это карандаш. Подводка. Да, это карандаш, подводка. Интересно, он для губ или... Для губ, для губ. Красный? Да. Такой бордовенький для губ карандаш. Тебе, кстати, подойдет. Хороший карандаш. Одобряю. Итак. Тащи. А, вот 18. Нет, 18 было, 19 мы тащим сейчас. Это не то, подожди. А где открывашка? О, большое. И снова маска. Это для губ. Да, это маска для губ. Смотрю, мне достаются все просто маски. Я масковый богач. А у меня крема и духи, и ампула. Еще у нас очень много вот этого. Я напоминаю вам, что все-таки это самый главный лут сегодняшнего дня. 20. И снова духи. Я королева духов. А что, с духи тебе попали? Не знаю, но я королева духов. Опять духи. Мерседес, духи. Женские духи, Мерседес, ору. Мерседес, духи. Теперь ты будешь пахнуть Мерседесом, салоном машины. Вообще-то нет. Я буду пахнуть, как взрослая женщина, которая может себе позволить купить Мерседес. Сейчас я намажусь. Нет. Она приедет немец на Мерседесе, и я от вас уеду. Денис. Да, действительно, пахнет, как взрослая женщина, которая ездит на Мерседесе, понюхай. Как ты говоришь, пахнет бабкой старой. Бабушке не понравилось. Какой номер дальше? 21. Все становится сложнее и сложнее их искать. Потому что все перепахано. 22, 23, 24, 10, 2. Подожди, вот, вот. О, нашла. Маленькая штучка. И это у меня? О, подводка? Может быть, да. Блин, могу не достать. Что это? Скингель. Нет, это крем. Опять? Да. Это крем. Уже неинтересно. Крем уже неинтересно. А у меня самая классная цифра, это 22. Почему фан классная? Гуси-лебеди. Гуси-лебеди, кто играет в лото, тот знает. Ладно, не играя в лото. Сегодня будем знать. Алигарх, купи лото. Так, оно не открывается. Нет, осторожно. Ой, я случайно вскрыла твою дырку. Нет, твою дырку. И, наконец-то, и тебе достались. Что это? Это штучка, чтобы мыть лицо. Одна штучная, типа, какая-то. Надевается на пальчики и так трется. Нет, это такая маска, которую ты натяжаешь на свои пальчики и делаешь вот так. Ночная бабочка. Ну, кто же? Виноват. 23. И я его нашла сразу, и поэтому достаю сразу. Ой, смотри. Дубляж. 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 Дубляж, пацаны, дубляж. Нет, подожди, у тебя написано номер 5, а у меня номер 10 здесь написано. Да? Да. Не дубляж, не дубляж, не дубляж. Поехали дальше. 24. Дубляж. Тебе досталось духи от Арианы Гранде. Это духи от Арианы Гранде. У тебя миниатюр духов от Арианы Гранде. Ариан Гранде, еее. Блин, ну теперь я должна достать что-то от BTS, чтобы равнозначно пойти с тобой. Вкусно пахнет. Но мы с тобой похожи вчера не ухали. Да, мы вчера приходили, короче, в магазин, там была целая куча духов от Арианы Гранде, и мы там вообще конкретно кайфанули, потому что они топовые. Ну вот это прям топовые. Она так круто выглядит, она так круто выглядит. Только ради этих духов уже можно было покупать. А что, все? А подожди. 25 есть? 25, по-моему, нет, обычно 24 дня. Давай его откроем, посмотрим вдруг там что. 24, все. Ладно, здесь... А тут там даже написано, тупые. Тут все написано про каждый номер с обратной стороны. Для тупых таких, как мы. И даже цвета, которые, возможно, выпадут. Так, подожди, а что за... Подождите. А где ампулы? Поищи еще ампулы. А, тут даже написано, что это нельзя есть, например. Для совсем тупых, амсталых умств. Я вот что, опять эти таблетки не зажала? Все, хорошо. Специально для меня пишут. Пойдем, приступим к распаковке теперь вот этого твоего календаря. Да. Но уже на твой канал. А на моем канале мы будем с Лисой распаковывать вкусные календари. Даже не пишите, что вам больше всего понравилось. На самом деле, напишите, потому что однозначно, что духи Ариана Гранде это, наверное, топовый продукт. Это топовый продукт из того, что мы достали. Но мне еще понравился лак. А мне еще понравилась твоя губная фигня. Но больше всего у меня непонятны вот эти ампулы. Возможно, у них есть какой-то смысл, но не для нас. Больше всего мне непонятно вот это. Просто... Это странно. Короче, знаешь, что я буду делать? Я вот возьму все эти блески, кроме того, в которые я палец тыкала, и я буду класть себе в сумку всех подписчиков, которых я буду встречать, и буду им раздавать, пока у меня не закончится. Так что ищите меня, я буду в Москве. Хороший лайфхак. Кому помаду, тот ищет лясуньку. Всем пока, и поехали к тебе на канал. Да, подписывайтесь на канал Лисы, нажимайте колокольчик. Ночная бабочка, ну кто же виноват? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok